здравствуйте друзья у нас сегодня вторник 14 апреля и апрель у нас выдался урожайным так можно сказать на новые группы потому что вот сегодня начинается новая группа это называется экспресс это утренняя группа 3 раза в неделю значит собирается у нас два разных расписания есть понедельник вторник четверг и есть среда пятница суббота они занимаются с утра с 10 утра до 3 часов дня и вот как раз сейчас такая группа начинается вот эти белые рубашечки я еду на урок потому что первый урок всегда я веду и рассказываю про школу чем они будут заниматься какие к ним требованиям ну и так мы потихонечку в тестирование тоже приходим то есть мы рассматриваем там десяток вопросов прямо с интервью как бы есть там список из 60 наиболее часто встречающихся вопросов вот мы десяточек покрываем уже на первом уроке вот с тем чтобы вернуться потом и снова вернуться и так далее но не суть а 21 это будет через неделю тоже вторник это будет уже группа full time full time группы съезжаются со всей страны и если раньше full time это были в основном ребята которые вот так самолетом их снимали вот то сейчас full time это в основном ребята которые приезжают из других штатов и честно сказать опять какая-то странная ситуация с ними потому что записалось человек 50 60 даже не знаю они электронно так регистрируются вот и мы все старались понять сколько их будет потому что больше 30 их в маленький класс не забьешь на теперь надо из них две смены делать или надо их как бы вторую смену переводить чтобы они в большом классе учились но тоже 50 человек большой класс многовато ночью посмотрим некоторые такая неопределенность я просто рассказывают что вокруг делается неожиданно я вот с утра встал и пошел посмотреть это часть моей рутины такой утренней пошел посмотреть что там за комментарий что у нас происходит может быть кто-то озарует его надо отправить на цугундер тоже бывает в общем неожиданный интерес вот вызвали сюжеты которые я вчера записал в магазине магазинах с олей брукман и наташей квик причем наташа она так немножко под стрессом находится и скоро уже работу искать и она дома оторваны и конечно вот она так вот под стрессом она не очень активно участвовал под конец разошлось кстати так они все-таки шопинг на женщину действует в общем-то положительно так надо сказать вот и я не думаю что так много откликов будет честно то есть как бы темы шопинга значит там я неожиданно для себя обнаружил что вот есть люди которые совершенно как бы совершенно не понимает идеи распродажи и вот этого клиренса нет не сейл а клиренс вот там какой-то человек написал что вот мол если бы оля брукман не была провинциалкой а была бы сильно умный то она значит понимала бы что в россии и украине есть вот сервисы которые за 10 процентов комиссии доставят тебе там все из американского магазина включая со скидкой человек вообще не понял ничего вообще ничего не понял я вам по случаю расскажу значит мы как-то вот в этом же самом моле great mall of milpitas еще раз я повторюсь это 2 мол по размерам в калифорнии а калифорния это самый населенный штат соединенных штатов там каждый восьмой американец живет в калифорнии так вот в этом great mall и мы как-то шли с девушкой зовут марина это видео сохранилось кстати это было одно из первых что я снимал в этом моле лет четыре там пять назад в общем она приехала из москвы погостить и к нам значит там пришла в школу и мы там собрались веселой компании поехали в магазин и у нее муж такой крупный надо полагать мужчина 33x у него значит и габариты и вот этот ее муж она для него хотелось что-то там купить естественно и вот мы заходим в магазин найки там был outlet и сейчас наверное есть мы вчера не дошли до него фирмы найки ну и так мы там ходим смотрим и там стоит в уголочке значит вот этот вот клиренс такой рэк и на этом клиренс рэки как раз вот большие размеры я смотрю она эти маечки маечка на которой нет ничего вот это вот галочка стоит найти вскоре все и она эти маечки раз на руку так на руку раз 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 и там у нее такой набухает я в ужасе я говорю что ты делаешь я кушаешь что что зачем и цена на этой маечке которая там на ярлычке была начальная 30 долларов или 35 я боюсь собрать 30 35 а в данном случае на клиренсе они были по пятерке и она их по пятерке значит там целый ворох этих байк я говорю зачем глаза горят она как ты не понимаешь и такая майка в москве стоит 100 долларов я кашу кто же за майку 100 долларов да ну ничего нет майки ну вот значок и она как ты не понимаешь это найки это из фирменного магазина идут но я не понимаю ладно и значит но я вам привожу пример того чего вы никогда не купите там на интернете со скидкой без скидки вот там играет чекает что она ничего не понимает что там за десять процентов комиссии сейчас много бизнеса вы тебе вот ты скажи что и тебе привезут тебе не привезут майку которая стоила 35 а сейчас стоит пятерок нет такого ни на какого веб-сайте нет есть есть места где это ликвидируется с чудовищными совершенно скидками чудовищными это опять это нужно нарваться поэтому это время за этим стоит то есть человек который любит ходить там рыться в этих горах того и сего да он периодически натыкается на такое чего вообще так принципе купить нельзя ну например вот в этом магазине где мы были вначале в нордстремреке я как-то купил ремень я я честно сказать забыл эту фирму наташа очень любит вот квик у нее очень много оттуда вещей и значит хорошая такая фирма все ремень весь в заклепках кожаный широкий живого места нет весь каких заклепках ну и так он оригинальная цена 80 в магазине за 40 вы не купите в этом магазине за 40 ни на каком веб-сайте это этой проценты на веб-сайтах нет и вот дальше значит так вам не вроде нравится на 40 долларов за ремень как-то смысла нет ними такой специфичный это не то что его там из одних вставил в другие пошел ночью через какое-то время туда тоже прихожу и там уже почти не осталось там десяток визит и написано 75 процентов офф да значит то есть за десятку я буду за десятку вот я взял у меня есть там джинсики такие прикольные вот с этим ремнем я их нашу я к чему рассказываю что клиренс в магазине это такое место где ты можешь но практически за бесценных что-то взять ну но то есть ну совсем вот поэтому особенно в дорогом магазине тоже в дорогом магазине это хороший бренд и с точки зрения бизнеса конечно вот если ты этот бренд куда-то там тащишь где таких брендов дорогих вообще нет природе и так далее то это как бы как коммерческого интереса не представляет вот но но в принципе то есть люди живут они не понимают откуда создается вот эта ниша для людей которые индивидуально могут пойти в магазин там купить сюда переслать вот такой челнок такой не передвигающийся сам и и что этого есть колоссальный колоссальный потенциал потому что нет другого пути вот если этот человек не пошел вот туда и вот с этого рака вот с этой полки не взял то ты этого не получишь никогда и и за вдвойную цену тоже не получишь и за тройную не получишь ни с какого сайта не получишь и не найдешь ни на каком сайте вот я поэтому хотел показать значит вот этот сюжет давайте я скажу как это все возникло вы наверное догадываетесь что я целом чек занятой и меня нет возможности смотреть там видео которые делают другие блогеры но я иногда могу налететь там могу включить звук там и что-то делать того где-то послушать то что мне тоже интересно но в частности я не видел того видео где ира мам сын там чего-то она там собирал пожертвования я не знаю я такой слышал а я еще иногда знаю потому что мне возмущенные зрители пишут вот про иру мне кто-то возмущенно там пару раз писал что вот посмотрите какое безобразие но я не не было возможно и тут я думаю что пойду гляну что-то как там у ирина дела смотрю а у нее ни одного видео вообще нет 8000 подписчиков почти и ни одного видео думаю нифига себе что случилось причем быстро рост она когда у нас тут была пара месяцев назад у нее было 4000 сейчас уже 8 и вдруг взять грохнуть канал такой прогрессирующий но и я начал так потихонечку значит там разный народ опрашивать я ири написал она мне потом ответила но как-то так получилось что я забеспокоился и другие блогеры тоже как переписка пошла между блогерами уже говорят а что случилось где чего и я позвонил у меня вроде телефон ее был так мне казалось то есть она мне с него звонила с этого номера и я позвоню а там как это эрика что-то как войсмейл отвечает на слишком хорошем английском языке и говорит эрика я думаю что-то не то но я вспомнил что оля брукман как бы с ней знакомы и может быть они как-то пересекаются там и так далее поэтому я позвонил оле брукман это я юли до телефона у меня не было я взял у наташи квик я взял телефон оле брукман позвонил оле брукман оставил сообщение она мне перезвонила то есть какой-то такой суета такая и когда уже оля перезвонила дело было воскресеньем я сидел на даче ничего не делал ну так отдыхал можно и мы с ней там поболтали уже на разные темы и слово за слово мы пришли вот к тому что оля увлекается интересуется вот там вот этим я спросил что там вот какой потенциал заработка вот что можно зарабатывать и она так что называется почесала репу и говорит ты знаешь как если вот восемь часов в день вот как люди на работу ходят если восемь часов в день этим заниматься то в принципе в неделю можно значит зарабатывает ну допустим там тысячи две я думаю ничего себе тысячи две в неделю это сто тысяч сто тысяч в год и значит да я начинаю выяснять где она там покупки делает и так далее я бы слушает а ты что разве это не знаешь вот такой магазин такой магазин она не знает потому что это в общем то не не близко к петалуме то есть можно доехать если ехать на целый день там и шмотничать это можно конечно там может быть и час там или там час 10 сейчас 15 вот и я говорю слушай раз такое дело давай будем как раз мы с наташей квик давно уже разговаривали что надо пойти вот там норстремрек она интересовалась вот и когда я уже с наташей на эту тему и мы говорим ну давай в понедельник у меня выходной его пойдем сходим я уже когда наташи говорю там вот такое дело и вдруг она рассказывает что я не знал что она там лет пять вот подрабатывала вот этим я говорю ну все у нас есть сюжет у нас есть два основных докладчика у нас есть тема которая представляет ну возможный интерес с точки зрения заработка приработка в частности вот для людей которые для людей которые не имеют разрешения на работу поэтому конечно они должны жить в таком месте где много людей где много магазинов где соответственно вынужденно они должны делать хорошие распродажи серьезные распродажи вот и и вот те пожалуйста значит такие которых на веб-сайте не найдешь нет вот клиренсы настоящие не сейлы клиренсы когда ты подходишь и там вообще просто сбрасывают шептополка их уже не было у меня есть удивительные истории там как я чё-то покупал на этих клиренсах это как спорт на самом деле то есть не то чтобы ты уже хочешь сэкономить да вот сама экономия важно но сам факт потому что ты там задают почти задаром взял что-то там дорогое я постоянно слышу люди обмениваются они так то есть он не ходит и не говорит ох я там за тысячу баксов взял такую вещь там а он говорит слушай там вещь стоила 500 там сумка стоила 800 долларов я там купил там за 120 вот это вот это сколько хочешь а то что то что стоило тысячу долларов ты купил за тысячу долларов никому и не скажешь потому что тебе могут легко сказать а что ж ты не купил за 120 или там а вот вчера там ясно а вот я знаю людей которые то же самое берут на втрое дешевле есть эти люди я замечал которые получают удовольствие от того что они заходят в магазин и так не глядя вот это мне заверните не торгуясь так вот глядя ну не так вот это заверните и это не такой кайф что он пришел круто купил но намного более массовый американский кайф состоит в том что он как-то подшустрил ну или как проявил некоторые активность некоторую и взял намного 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 дешевле вот это как бы такой более характерный такой американский кайф от совершения покупок а люди любят совершать покупки я вот иногда замечал сейчас как-то мне не нужно но вот было время я нервничал там много и что такое и бывает уже как-то так вот и свет и год ну-ка пойдем там ностром рэг и там пойдешь то что мрэг потратишь там пару сотен и и как настроение улучшается вот там рубашка там ну чё то такое я я обычно кроме рубашки ничего не покупают все остальное светлана приобретает для меня вот и это вроде стране другое думаешь от чего она там улучшилась то так что вот по следам нашего сюжета вчерашнего то вижу студенты идут на урок сейчас нам паркинг нет паркинг наш еще жив так отлично так сейчас запаркуемся вот они едут и смотрят где будем запарковаться что один за другим один за другим и никто не понимает что парковаться надо вот тут я сейчас это сделаю так ну что же ладно друзья я с вами прощаюсь прибыл на место первый урок всегда эмоциональный хороший смотришь на людей они приходят у них надежды они кого-то знают девять человек из десяти приходят потому что у них есть знакомые друзья которые через это прошли поэтому как-то бы давно уже ушли из такого ну что ли из такой ситуации когда мне там допустим интересно что про нас написали там дети на веб-сайте или там рассказали на какой-нибудь помойном видеоканале у нас народ не так приходит у нас народ приходит по рефералам все ребят счастливо